Имам Хатыбов Таджикистана Мы говорим, что армия – это школа жизни, где человек исполняет свой конституционный долг, отдает уважение тому народу, которому он принадлежит. «Я сам был свидетелем того, что после проповедей несколько молодых людей изъявили желание служить в армии», – сказал Фазилов. Пресс-секретарь оборонного ведомства Фаридун Махмад Ализада в беседе с радио Зади подтвердил, что в этом году представители духовного управления активно участвуют в весенней призывной кампании. «Мы и в прошлом приглашали Имам Хатыбов на встречи с будущими призывниками. Они произносили проповеди и уходили по своим делам. Но в этом году Имам Хатыбы наряду с работниками военкоматов и сельсоветов посещают дома призывников и агитируют молодежь служить в армии», – заявил он. Эксперты отмечают, что, несмотря на формальную секулярность режима Рахмона и на его ожесточенную борьбу с любым проявлением ислама в жизни, власти постоянно привлекают покорных представителей духовенства для формирования общественного мнения и достижения поставленных политических задач по одурачиванию населения. Так, например, Имам Хатыбы были использованы для агитации во время разгрома пифт, в принятии поправок в закон об ограничении религиозных обрядов и традиций, а также для агитации к отказу от ношения хиджаба в пользу национальной одежды и т.д. Отдельно следует заметить, что один из главных рупоров режима сегодня являются минбары мечетей, с которых каждую неделю послушные Хатыбы возвещают вместо религиозных положений пропаганду и всяческое одобрение правящего режима. Субтитры создавал DimaTorzok